Всем привет! Меня зовут Светлана. Я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня, дорогие мои друзья, мы с вами сделаем 4 расклада на 4 золотых колодах. Это у нас Кримт, это у нас Нефертари, Боттичели и классическая Таро Оэта. Тема этих раскладов будет следующая. Стоит ли продолжать отношения? И если я выйду из этих отношений, что меня ждет? Этот расклад мне предложила сделать моя подписчица, за что я ей благодарна. И вам тоже, дорогие мои зрители, я просто настаивательно рекомендую под видео в комментариях писать темы раскладов, которые бы вы хотели увидеть на моем канале. Мне тогда гораздо легче делать эти расклады и гораздо приятнее с вами общаться и работать. Итак, 4 колоды. Вы наверняка уже загадали одну из колод. Но все же я всегда говорю, смотрите все 4 варианта, потому что можно ошибиться и выбрать не ту колоду, а срезонирует какая-то другая. Итак, мы с вами начинаем 4 расклада. Первая колода Таро Климта. Остальные колоды мы сейчас с вами убираем. Так, первая колода смотрит. Стоит ли продолжать отношения или, может быть, стоит выйти из них? И вопрос следующий. Если выйду из этих отношений, что меня ждет? Ой, ну тут, по-моему, ответ очевиден. Абсолютно очевиден. Могу вам сразу сказать, эти отношения не стоит бросать. Это, скорее всего, или семейные отношения. Возможно, здесь какое-то непонимание между двумя людьми. Но вы посмотрите, как женщина и мужчина повернуты друг к другу лицом. Это уже о многом говорит. Если бы карты были в другом направлении, то есть друг друга отвернутые, здесь вообще можно было сказать, что да, можно заканчивать отношения. Но так, как люди все-таки идут на компромисс, каждый выслушивает. Хотя, конечно, в этих отношениях мужчина очень такой резкий на словцо, я бы сказала. Очень больно может ранить и обидеть. Это расклад для мужчин, для женщин. Поэтому, мужчины, имейте в виду, что вы очень сильно обижаете порой вот словом каким-то своим женщинам. Но женщина здесь очень часто идет на уступки. Здесь все держится на женских плечах. Вот это вот и семья, и все. Часто, вот видите, женщина идет либо к своей маме, жалуется, плачет жилетку, либо к своим подружкам плачется на ситуацию. Я вам сразу хочу сказать, когда в отношениях дисгармония, лучше обратиться к специалисту, к тому же психологу, да, или торологу, кому-то, да, чем вот все выносить из дома, да, ссоры из избы. Но к маме еще, допустим, можно пожаловаться. А вот подружкам, ну не все подружки желают добра. Они будут вас настраивать против. Тем более, одинокие подружки, которым хочется, чтобы вы были в таком же положении, они будут настраивать вас против. Понимаете? Поэтому подумайте, прежде чем что-то рассказывать подружкам. Здесь обоим нужно научиться чему-то. То есть мужчине в этом отношении нужно быть более ласковым, более внимательным, а женщине поменьше рассказывать на стороне, что творится в доме. Здесь не нужно. Однозначно, карта десятка дисков, да, десятка динариев говорит о том, что сохраняйте эти отношения. Здесь можно договориться. И что может быть случиться, если вы выйдете из этих отношений? Ну, смотрите даже на вот эту вот карту. Да, вот нулевой аркан, это старший аркан, это шут дурак. Вы, во-первых, выйдете из этих отношений, видите, гол как сокол. Ничего хорошего, один в поле не воин. Вы потом будете очень долго сожалеть, плакать. Может быть, даже в работе спасаться, в работе или в рюмке спасаться. Вот спасение, утешение или в рюмке, или в работе. Но на самом деле будете плакать и горевать очень сильно, вспоминать. Очень много будете вспоминать и думать о том, что вы совершили грандиозную ошибку. Нет, в этих отношениях ничего не нужно, в общем-то, рвать. Но поменять отношения друг к другу здесь однозначно нужно. Это был первый вариант. Теперь давайте посмотрим второй вариант. Колода Нифертари. Что эти карты нам скажут? Первая у нас строка до карт. Первая полоса такая. Она нам скажет, стоит ли оставаться в этих отношениях или стоит уходить из этих отношений. А вторая строка, да, скажет, что ждёт, если вы всё-таки уйдёте из этих отношений. Ну, тут, по-моему, ответ тоже очевиден. Да? Давайте смотреть, что и почему, и как. Ой, ребята, смотрите. Ну, я вам хочу сразу сказать, эти отношения для вас очень сильно обременительны. Очень сильно. Вам очень тяжело. Вас прогибают под себя. Вы мучаетесь. Неважно, мужчина, женщина, кто сейчас смотрит этот расклад. Прямо здесь очень тяжёлые отношения. Вы стремитесь к лучшему. Вы достойны быть лучшего. Вы светлый человечек. А вас, вот знаете, вы стоите не на той ступени с этим человеком. Он стоит ниже вас. Он или она, неважно. Ваш оппонент стоит ниже. Не такой образованный, может быть. Вы более духовно выше стоите этого человека. А это такой человек, который может, знаете, и словом вас обидеть, и делом обидеть. Вообще не соображает, что делает. Вообще. Нет. Это не ваш человек. Однозначно эти отношения нужно рвать. Потому что здесь прогибают вас по полной программе. Вы этого недостойны. Нет. И опять-таки, смотрите, что будет, когда вы порвёте эти отношения. Плохо сначала всё будет. Плохо. Но по итогу, посмотрите, ту спинтакли. Вы должны будете выдержать вот этот натиск. Возможно, против будет весь мир против вас. Возможно, у вас нет работы. Вы зависите от этого человека. И вам будет тяжело устроиться на работу. Вас первое время не будут брать. Первое время вы не сможете никаких отношений устроить. Вы будете получать по голове постоянно от друзей или там от родственников. Вам будут говорить, и зачем ты ушла или ушёл, и почему, ну это всё случилось. Возможно, какое-то время вы будете сильно плакать, переживать и горестно страдать. Но по итогу, посмотрите, вы должны пройти, если вы не хотите вот в таком состоянии оставаться, по итогу ту спинтакли. Это такая карта, когда раньше, да, когда эта карта выходила в раскладе, то вообще сворачивали всё гадание. Потому что это самое лучшее считался аркан. Это исполнение желаний, это и всё полностью. Это и финансовое благополучие. Если вы загадали, допустим, встречу там с кем-то, это тоже возможно. И как вариант беременности, как кто-то мне в комментариях писал, что ту спинтакли беременность. Да, дорогие мои, у меня это часто выходит. И как беременность, и плодородие. Это круг. Это вот как яйцеклетка, зачатая яйцеклетка. Однозначно. Поэтому это очень хороший аркан. По итогу всё должно закончиться хорошо. Но здесь однозначно, здесь оставаться в таком положении немыслимо. Это, знаете, человек какой-то самодор. То смеётся, радуется, то он вас колет, то что-то делает несусветное. Но издевается над вами. Нет, здесь издёвки, вам жизни здесь хорошей не будет. Решитесь на какой-то поступок. Да, будет очень трудно. Очень тяжело первое время. Но по итогу вы выиграете и встанете на ноги, и всё будет хорошо. Это у нас был второй расклад. И сейчас мы с вами будем смотреть третий расклад. Боттичили. Первая карта нам скажет, стоит ли оставаться в этих отношениях или уходить. И вторая полоса нам скажет, если вы уйдёте, что вас будет ждать. Но даже карту взять старший аркан смерти, здесь можно сказать, что уже все ваши чувства умерли. Здесь ничего не осталось. Хотя вы прилагаете большие усилия. Большие усилия. Карта шестёрка Пентакли. Это, знаете, возвращает тоже вас в прошлое. Вы вспоминаете, как было хорошо, как вы трудились. Но это всё иллюзия. Это вот на сегодняшний момент ваши отношения – это иллюзия. Однозначно здесь уже ничего не осталось. Возможно, при первой вашей встрече, да, это было что-то, какой-то романтик. Но это с вашей заслугой, потому что вы работали над отношениями. И вы вспоминаете, как было хорошо. И вы вот даже сейчас смотрите этот расклад просто для того, чтобы я сказала вам, ну, может быть, действительно вы уцепитесь за эту мысль, может, стоит что-то здесь ещё возобновить или поправить. Нет. Здесь уже, знаете, умерло, так умерло. Уже здесь ничего не возобновить и не поправить. Однозначно. Отношения исчерпали себя. Нужно из этого уходить. И что же будет, когда вы из этих отношений выйдете? Во-первых, карта сразу же, смотрите, бросается в глаза. Это карта переезда, отправления куда-то, перехода. Может, вы живёте вместе, и вам придётся уйти, да. Но это ещё отъезд. Может быть, вы уедете в другой город, в другую страну. Ну, в любом случае, в другую квартиру, да. Вот перемещение какое-то. Карта. Вот что ещё? Всегда обращаю внимание. Смотрите, эти карты я всегда заряжаю на добро и благополучие. Благополучие – это такая неожиданная приятность, да. Это будет настолько вам хорошо, даже вы представить себе не можете. Четвёрка жезлов – это семейная карта. Вы обретёте спокойствие и тишину, и возможность, как вариант устройства своей судьбы. Вы будете ближе к детям, и, возможно, у вас появятся дети. И тут жезлов – это победа над темой исполнения желаний. Ну, прекрасная карта, я считаю. Вы только избавитесь вот от этой обузы. Это всё изжило, уже всё. Это не нужно вам. Поэтому избавляйтесь с лёгкостью. И вас ждёт вообще прекрасная, счастливая полоса в жизни. И давайте теперь посмотрим с вами четвёртый расклад. Четвёртый расклад. Карты классическая Таро Уэйта. Ну, здесь несколько карт выскочило, мы их смотреть не будем. Одна, если выскакивает, да, я её оставляю. Но две. Когда несколько – нет, это ни о чём. Вот, смотрите, вот одна выскочила, мы её сразу оставляем. Хотя вот второй раз с этой колодой выскакивают карты, вы уже, скорее всего, приняли решение, и вы уже просто хотите услышать подтверждение своего решения моими словами. Да, вот как-то так. Смотрите, шут-дурах, вы уже приняли решение уйти. Ну, посмотрим, правильно ли это решение, либо оно всё-таки ещё вас остановит, раз вы всё-таки на канале смотрите этот расклад. Так, давайте смотреть. Ну, я думаю, уже принято здесь решение. Здесь вы просто хотите удостовериться, что вы правильно сделали выбор. Всё, вы уже отрезали вот эти мечи. Оно, знаете, вот как сказано, так сделано. Вы уже всё обрубили мосты. Всё, вы на пути смотрите, стоит человек и смотрит вправо. Правая сторона – это всегда у нас будущее, светлое будущее. Вы видите, карта здесь и солнце также изображено на этом аркане. То есть вы смотрите вдаль, вы ждёте чуда, вы уже на свершении, просто вот на пороге свершений каких-то стоите. Вы уже для себя всё здесь решили. Здесь даже уже говорите о чём-то бессмысленно. Вы сказали друг другу уже такие слова, которые бесповоротные. И вы идёте вперёд. Вот вы как, знаете, как ребёнок, который начинает всё с нуля. И, кстати, в этом случае эта карта очень хорошо проигрывается. Почему? Да потому что, знаете, когда ребёнок легко идёт по жизни, не заморачивается, не держит вот этот вот груз, тяжесть прошлого. Я вспоминаю сегодня, у меня клиентка была, мамочка, да, заботливая мама, женщина в возрасте, она беспокоилась о своей дочке. Дочке уже далеко за 40, полтиннику, скажем, да. Вот она рассталась со своим мужчиной. И мама сильно переживает, что и чего. Когда я на картах показываю, что дочка тоже ваша, в принципе, такая вот, за словом, в карман не полезет, она тоже имела здесь такое, в общем-то, выражение какие-то, обидные слова мужчине говорила. Не всё просто так, да. Мама говорит, нет, нет, это не похоже на мою дочку, моя дочка. Но все мы хотим быть идеальными и хотим видеть своих деток идеальные. Послушайте, дорогие мои, любимые, вот просто отступление какое-то у меня пошло. Не знаю, я вот вспомнила эту ситуацию, да. Если вы обращаетесь ко мне, будьте готовы услышать то, что, может, вы не хотите слышать. Я говорю то, что вижу, то и говорю. Я не говорю то, что вы хотите услышать. Есть, да, торологи такие, да, кто говорит именно то, что вы хотите услышать. Нет, я говорю то, что вижу. Поэтому, ну вот, будьте готовы ко всему, что я могу вам сказать. Поэтому здесь возвращаемся. Вот здесь, да, вот слова наговорили, и вы, может быть, какие-то уже разрушительные сказали. И вам уже вслед было сказано разрушительные слова. Всё, здесь уже возврата дороги нет. И вы идёте, бросили, вот всё сбросили с себя весь груз этот. И идёте вперёд навстречу солнышку, навстречу, навстречу. Ну вот это вот даже карта. Посмотрите, вы на пороге свершения. И вы сделали всё правильно. Вы посмотрите, какая прекрасная карта вас ждёт, если вы, да, уходите из этих отношений. А вы уходите. Прекрасная карта. Это будет и стабильность. Это, возможно, император. Вы встретите мужчину своей мечты. Это будет даже не король, а именно император, понимаете. А мужчины, кто смотрит, да, вы встанете на ноги. Может быть, здесь вы, вас постоянно тюкали в этих отношениях. А сейчас вы приобретёте такую мужественность, уверенность в завтрашнем дне. Однозначно будет любовь. И здесь и женская карта. Женщина почувствует себя женщиной. Расцветёт мужчина мужчиной. Женщина встретит мужчину. Мужчина встретит свою возлюбленную. Семья, семейные узы, быстрая, знаете, любовь, глаза в глаза, любовь и семья. Здесь однозначно создание семьи, жить её вместе. То есть прекрасная карта, прекрасная атмосфера. И вы это заслужили за столь долгое пребывание вот в этих вот тяжёлых отношениях, где друг друга обзывали, может быть, посылали, не знаю, какие-то проклятия желали. Потому что слова крепкие, нехорошие были в этом, во всём. Вот какая, вот очень больно словами били вас. А сейчас вы получите вот это вот счастье и радость от вашей новой встречи, нового знакомства. Ну, вы видите сами, какие карты чудесные. Карта семьи большая. Любовь, мужчина, женщина. Ну, сказка. Здесь больше сказать нечего. Вот такие вот четыре расклада были сегодня. Давайте мы вот эти карты уберём. И пусть позитивные карты остаются на столе, пока я буду с вами прощаться. Дорогие мои друзья, кто хочет на личную консультацию записаться, вайбер, ватсап, в описании к этому видео вы найдёте. Пишите смс, звонить не нужно. Только пишите, иначе вы отвлекаете меня от работы. Я вас всех очень люблю и хотела бы вам сделать как можно больше приятного на своём канале. Поэтому прошу ещё раз, пишите мне в комментариях, какие бы темы вы хотели затрагивать, да, что бы вы хотели, чтобы я ещё порассмотрела. Я с удовольствием для вас это сделаю. Я люблю вас всех, дорогие мои друзья. И желаю вам всем здоровья, счастья, финансового благополучия, огромной неземной любви, взаимной любви. И всего самого наилучшего в мире. Пока-пока!